ШАМ, СИРИЯ, РАМИ МАХЛУФ ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ Как это связано с Россией? ШАМ НЕУС НЕТОРК, СИРИЯ 30 августа 2019 года Согласно сирийским источникам, между семьями осады и Махлуфа существуют серьезные разногласия из-за отказа последнего выплатить очень крупную сумму денег, стоимость российской интервенции и спасение режима от краха, которая, по их словам, исчисляется миллиардами Как сообщила газета Ашар Каляусать, глава сирийского террористического режима Башар Асад распорядился принять меры против компании своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Махлуфа В том числе это касается его доли в компании Сири Атель, крупнейшего в стране провайдере мобильной связи, и управляемых им зон свободной торговли, действующих у сирийских границ Рами Махлуф, сын Мухаммеда Махлуфа, 1984 года, дядя Башара Асада по матери одного из самых выдающихся бизнесменов в Сирии Он основал много компаний, в том числе ЧАМ Молдинг В середине 2011 года во время мирных протестов граждан он объявил о передаче своей собственности на благотворительные акции, однако позднее оказывал различную поддержку террору Асадовского режима Как сообщили сирийские сайты, Башар Асад поместил своего двоюродного брата под домашний арест и ожидает от него отказа от собственности Другие источники заявляют, что Башар Асад потребовал у Рами Махлуфа крупную сумму денег, но последний отказался ее выплатить под предлогом отсутствия таких средств Дело дошло до того, что так называемая служба безопасности Республиканского дворца задержала менеджеров, работающих в компаниях Махлуфа, чтобы проверить всю документацию По стране начали распространяться слухи о различных нарушениях в ходе этих проверок Кроме того, поступили сообщения о расследовании, начатом комиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма против ряда крупных торговых предприятий Это структура Асада, и цель данной акции – заставить их как можно скорее оплатить российский счет Гассен Джадид, недавно арестованный сирийскими властями за разглашение информации по делам о коррупции, рассказал, что сирийский режим лишил Рами Махлуфа и его компаний Он охарактеризовал решение Асада по этому вопросу как жестко и внезапно и сказал, компании Рами Махлуфа оказались в руках сирийских властей По мнению экономистов, подобные действия Башара и Асада будут способствовать резкому увеличению уровня инфляции Что повысит обменный курс сирийского фунта до более 1000 фунтов за доллар, тогда как сейчас он составляет около 620 фунтов До 2011 года обменный курс был 50 фунтов за 1 доллар На фоне этих событий российская газета обнародовала список стран, которые должны России Так, за последние годы Сирия задолжала ей 9,8 миллиарда долларов Однако недавно появилась информация, что Сирия исключена из списка и сумма ее долга России равна нулю Российская военная и экономическая поддержка режима Асады была одним из важнейших факторов его спасения во время сирийской революции Но эту поддержку нельзя назвать безвозмездной В обмен Москва потребовала множество различных привилегий, связанных с реконструкцией и захватом портов, аэропортов и энергоносителей По оценкам ООН, для восстановления Сирии требуется 400 миллиардов долларов Согласно источникам, глава сирийского режима пообещал погасить долг России, равный 9,8 миллиарда долларов Теперь эту сумму он пытается получить, оказывая давление на китов сирийской экономики Однако если сумма будет выплачена, этот шаг, безусловно, приведет к быстрому падению сирийского фунта Источники указали, что среди владельцев сирийских компаний, на которые в настоящее время оказывают давление, чтобы собрать нужную сумму Значатся Самир Аль-Фаус, сыновья Мухаммеда Махлуфа Рами, Ихап Ид, а также Мухаммед Хамшо, Фарис Аш-Шахаби, Самир Дапс и Васим Аль-Катан и Гасан Аль-Кила В сети появились фотографии с иноверами Махлуфа рядом с роскошными автомобилями в Дубае, в то время как сам он, по словам активистов, находится в городе Ефур в Дамаске Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Материалы на СМИ